Дорогие друзья, очередная новость в Саранске, добрая новость. В Октябрьском районе города Саранска наконец-то появился полноценный, настоящий председатель. Совсем на днях буквально был избран официально человек опытный, бывалый, бывший вынослужащий, сотрудник органов внутренних дел, достойный офицер Ладыгин Валерий Геннадьевич. И вот мы сейчас с ним поговорим, что же ожидает октябрьцев, жителей Октябрьского района, ветеранов в первую очередь. Какие новости, какие введения? Олег, ну я, во-первых, расскажу, почему согласился с этим предложением возглавить данную ветеранскую организацию. Все мы понимаем, что наше государство ведет войну, войну серьезную. Специальную операцию. Специальную операцию, да, военную специальную операцию. Ну, по большому счету мы все понимаем. Очень хочется чем-то помочь, потому что сам всю жизнь, как говорится, защищал государство наше, нашу родину. И сейчас ребята, те, которые там выполняют эти задачи. Я считаю, что каждый должен на своем посту, участке чем-то помочь, как говорится, мужикам, которые воюют. Находясь на пенсии, сидеть дома на диване, я считаю, это неправильно. Поэтому вот появилась такая возможность, я пришел именно с этой целью. Ребята возвращаются. Возвращаются те, кто отслужили, те, кто инвалиды, там, кто служит. Поэтому посильную помощь от ветеранов, таких как я, старшего поколения, я считаю, нужно этим заниматься. Это нужно притворять в жизнь. Поэтому вот это как бы такая основной посыл, основная задача, и это будет, ну, тем, чем в основном буду считать. Ну, считаю, что нужно заниматься на данном посыле. А так, надо поддерживать и других ветеранов, потому что ветераны, они у нас разные. Есть ветераны труда, которые проработали в республике долгие-долгие годы, создали вот тот прекрасный город, ту прекрасную республику, в которой мы живем. Есть ветераны войны, есть ветераны других специальных операций, ветераны боевых действий, Афганистан, ветераны-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. То есть ветераны различные есть, всем как бы уделять какое-то внимание. Денег у нас великих, конечно, никаких нету, но словом, поддержкой, какими-то добрыми, как говорится, делами, я считаю, нужно понимать, при том, что люди настолько активные, в частности в Октябрьском районе. Кто-то шьет дома нижнее белье для участников специальной военной операции, кто-то, значит, поднимает погибших солдат в Великой Отечественной войне, в войне. Поисковики. Поисковики, да. Вот за пять лет, с учетом той, как говорится, пандемии, которая не позволяла, как говорится, общаться людям, а за эти пять лет, прошедшие, более трехсот человек подняли погибших солдат и, как говорится, перезахоронили, придали их прах земле, как положено, с воинскими почтами. Это дорогого стоит. Но еще одно из важнейших направлений – это патриотическое воспитание в школах. Тех, кто пойдет в армию, тех, кто будет в дальнейшем защищать нашу Родину. Это тоже большое дело. Вот как бы основные такие приоритетные направления, которые я хотел бы позаниматься. Непростые задачи, Валерий Геннадьевич. Удачи на новом поприще. Спасибо, спасибо.